Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Местик. Сегодня 27 апреля 2020 года и нашим чишкам-малышкам Юлиане, Юджине и Юме исполнился сегодня 71 день и к ним в гости пришли Энтони и Шанель. Шанель, ты уже исполнилась 4 месяца, Энтони будет 29 апреля 4 месяца. Всем, кто сейчас завтракает, желаем приятного аппетита. Наши малыши пришли в гости к девчонкам и сразу попали на завтрак. Вкусную консервочку все вместе поели из такой большой мисочки. Девчонки взрослеют, становится все труднее и труднее поддерживать порядок в комнате, потому что они вот такие активные и подвижные. Но из-за размера емочки мы пока еще все еще боимся их соединять с малышами постарше. И пока есть возможность изолировать их вот в этой безопасной комнате, они у нас будут жить здесь. Им здесь весело, мы периодически выходим с ними погулять по всей квартире для социализации. Есть видео на нашем канале. Мы общаемся с ними, потому что я целый день нахожусь с ними в этой комнате. И не только я, и мой муж приходит с ними с удовольствием поиграть, полоскать, поцеловать. Девчоночки очень контактные, очень любят сидеть на ручках и целоваться. Малыш Энтони, красавец, кремовый с коричневым носиком, которому 29-го, напоминаю, исполняется 4 месяца, все еще не нашел себе любящих и заботливых мамочек и папочек Энтони. Крепкий, костистый мальчик, очень похож на маму Юлю по своему фенотипу. То есть он не длиннолапый, не высокий в холке. Он не будет огромным, но за счет костика он широкогрудый, широкоспинный, с крупной головой, с широкой наполненной мордочкой. Он смотрится крупнее, чем Шанелька. Шанелька тоже очень похожа на свою маму Ксюшу. Очень много видео у нас совместных с мамочками, с папочками. У Шанель папа Масик наш, полуторакилограммовый производитель. У Энтони папа министр. Как раз таки папа Юджиния, Юмия, Юлианы тоже министр. Мамы разные, а папа один. То есть это у нас получается братишка и сестренки по папе. Кто-то кушает, кто-то играет. Вот такая разница в размере щенки. Два месяца и четыре месяца. Шанелька уже освоилась и не боится. Шанель очень скучала после отъезда Лилуши в новый дом. А Лилуша чувствует себя отлично. Ей тоже скучно, и поэтому она издевается над котенком. Она гоняет котика по всей квартире, ждет от него вот таких взаимных игр. Пока котик сопротивляется, но в принципе, скорее всего, привыкнет. Да и щенки тоже привыкают, что они живут уже не в своей семье, не в своей вот этой компании веселой. И начинают тоже подстраиваться под уже уклад новой семьи, например, даже с время. У нас в питомнике щенки разного возраста. И поэтому получается, что кто-то постарше уже ведет такой образ жизни практически как взрослая собачка, А кто-то помладше еще встает ночью, например, покушать, пописать, покакать, а дальше поиграть. Поэтому у нас в питомнике, скажем, режим жизни круглосуточный. У нас нет определенного какого-то времени, когда мы ложимся спать и встаем с утра. Поэтому, конечно, щенки в нашем питомнике привыкают к нашему режиму и укладу жизни. Мы встаем очень рано, в 6 утра, ложимся очень поздно, иногда тоже в 6 утра. Но если щенок переезжает в ваш дом и вы ведете свой обычный ритм жизни, в одно определенное время ложитесь спать и встаете с утра на работу, например, то собачка очень быстро привыкает жить вместе с вами, к вашему укладу жизни. И к тем питомцам, которые живут в вашем доме, и к тем же котикам, и к собачкам другим. О-го-го, Юджиния сегодня такая жадная, кушает, кушает. А Шанелька хочет ко мне на кроватку, а я ее не беру. Она слишком активная, она с этой кроватки у меня прыгнет и упадет. Слишком попрыгуша у нас, Шанелька. Господи, Господи. Юджиния, приятного тебе аппетита. Ну надо же, ребенок прям не наестся никак. Шанелька, нельзя на кроватку, ты бухнешься, ты очень попрыгушка. О-го-го, прыг-прыг-прыг. Шанель, нельзя, с кроватки ты бухнешься. Иди играй с девчонками, они тебя не съедят. Малышкам Юджини, Юлиане и Юме очень нравится, когда мы их выводим погулять к другим собачкам нашего питомника. Они ведут себя так, как будто они всю жизнь жили вместе, совершенно не испытывают никакого дискомфорта. Начинают совместные игры, их все интересует, они очень любопытные и общительные девчонки. Малышки всегда веселые, всегда вот с такими задорными веселыми хвостиками, всегда готовы к играм. Мамочки, Тамарочки и Оленьки передаем приветик от девчонок. Вы знаю, о них скучаете, но мы еще пока подрастаем. Как только мы будем привиты полностью, чипированы, пройдем карантинчики, Малышки переедут в новые семьи. А пока мы только вот можем наблюдать все вместе с вами за теми изменениями в поведении, какие у нас происходят по возрасту. 16-го нам было 2 месяца, сегодня у нас 27-е, то есть у нас 2 месяца и, можно сказать, 10 дней нашим девчонкам. Намного активнее, намного подвижнее. Уже игры такие начинаются, как у подросточков. То есть это все кусь-кусь, за ножки, за ручки нас кусают. Очень хотят с нами общаться, напоминаю, вот это вот важный такой период и промежуток жизни щенка, когда он тянется к людям. И если в этот возрастной промежуток времени не играть со щенком, не контактировать со щенком, он в последующем теряет интерес к человеку и будет с удовольствием играть с игрушечками, и с другими собачками, если в этот период его жизни были вокруг него только игрушки и собачки. И к человеку не будет испытывать просто никакого интереса, потому что не умеет с ним общаться. Если же вот с такой маленькой крошечки, они живут с нами в тесном контакте, и мы ежедневно с ними общаемся, разговариваем, берем их на ручки, ласкаем, гладим, играем, то наши щеночки всегда ждут от нас и от других людей, так как они не получают от нас никакой грубости, не ждут от нас никакой агрессии, злости. Они также ласковы, также открыты к общению с любым посторонним человеком. Поэтому реакцию на посторонних людей наших собачек я уже неоднократно показывала на видео. Они бегут ко всем, вот ровно как к нам, так и ко всем, кто приходит в наш дом. Просто потому, что они привыкли с малыша, что мы находимся рядом с ними 24 на 7, и 365 дней в году мы практически... Ну вот если я ухожу, я не скажу, что я вот, например, со всеми собачками, если я нахожусь в комнате с малышками, то, конечно же, те ребятки, которые находятся в другом помещении, они находятся без меня. Но как только я сделаю свои дела здесь, в комнате у малышей, я, разумеется, иду заниматься своими ежедневными делами в другую комнату, и там я нахожусь с другими питомцами, которых мы также берем на ручки, ласкаем, угощаем вкусняшками. И они понимают прекрасно, что если я ушла просто в соседнее помещение, то я рядом, и если что-то у них происходит, какие-то драки, разборки или еще что-то, то, разумеется, я моментально на это реагирую, появляюсь. Они это все чувствуют и иногда этим даже пользуются. Если им становится скучно, они начинают устраивать там какой-то бедламчик, я выхожу посмотреть, чего же там происходит, и все радостно кидаются. О, мама пришла! То есть собачки породы чихуа очень умные, очень неплохо манипулируют людьми, и зачастую, скажем так, пользуются нашей добротой, в том плане, что они всегда такие, они всю жизнь такие милые, игривые, ласковые, мимишненькие. Они умеют строить такие мордочки умилительные, а если уже их кто-то за что-то наругает, так это вообще, там ушки прижмутся, глазки несчастные-принесчастные, все, мир рухнул. И непроизвольно хочется их обнять, пожалеть, прижать, приласкать. Они это очень быстренько все понимают и начинают нами манипулировать. Поэтому, когда мы воспитываем маленьких щеночков, здесь немножко надо свое сердце сжать в кулачок и понимать о том, что это такой маленький ребенок, который сейчас все впитывает как губка, моментально все наши слабости он использует против нас, и поэтому где-то перебор с нашей вот этой любовью оборачивается нам потом в не очень хорошие поведенческие, скажем так, моменты в жизни с нашим питомцем. Как и ребенка, надо любить, но все-таки объяснять, что можно, что нельзя. Особенно вот такие козявочки, когда они растут. Сейчас, конечно, такой возраст у Шанели Энтони, когда им хочется что-то погрызть. Вот Энтони нашел вкусняшку, он взял эту вкусняшку и сидит, даже не реагирует ни на что вокруг него происходящее. Занимается вкусняшечкой, потому что начиная с трех месяцев начинается смена зубов у малышей, а это им, как и людям, доставляет такой же дискомфорт и болевые ощущения. Зубки одни расшатываются молочные, выпадают, другие коренные, наоборот, прорезаются. Бывает даже покраснение десен, припухание десен. И в этот период их жизни очень помогают им разнообразные жевательные вкусняшечки, твердые, как я уже рассказывала, лакомства, которые помогают расшатыванию молочных зубов. А для облегчения прорезания коренных есть специализированные игрушки, их можно найти в зоомагазинах. Это такие, скажем, в виде, может быть, косточки или какой-то жевательной резиновой такой игрушечки, внутри которой добавлена водичка и есть небольшие отверстия. То есть эту игрушечку надо положить в морозилку, заморозить и давать ее щенку уже в таком охлажденном варианте. Охлажденная игрушка, когда он будет, щеночек, ее грызть, потихонечку будет размораживаться, немножко ему охлаждать, вот как бы десну, и облегчать вот этот боль от прорезания коренных зубов, так как, собственно, у собачек все, как у нас, с зубками. А эта порода чихуа вообще, скажем так, всю жизнь надо следить за ее зубами, это, так скажем, ее несколько такое слабое место. И собачки, так же, как и люди, подвержены разнообразным заболеваниям зубов, то есть это и такой своеобразный, и кариес, и зубные камни. Вот за этим надо внимательно следить, вовремя посещать ветврача, потому что иногда мы можем получить разнообразные заболевания, связанные именно с нездоровьем зубов наших питомцев, вплоть лишиться глаза, если запущенное заболевание зуба. Поэтому за зубами следить важно, важно обращаться к грамотным специалистам, которые могут в крайнем случае, в первую очередь, это не в крайнем случае, это в первом, самым важным, как говорится, моментом обращения к ветврачу, правильно поставленный диагноз. Потому что иногда бывает, я уже рассказывала про ситуацию с нашей Тасенькой, когда у нас около носика, прямо на мордочке, вылез какой-то прыщичек с водичкой, с жидкостью, которая периодически, то вскрывался жидкость, вытекал, он засыхал, потом опять появлялся, и мы не могли понять, откуда это вообще все появилось, что это за прыщик гнойный такой, на мордочке, прямо у носика. А когда обратились к врачу, оказалось, что это остаток некачественно удаленного молочного клычка, осколочек остался в десне, пошло воспаление, с удаления молочного клыка прошло настолько много времени, что мы не могли это даже связать, вот одно к одному. Если бы этот прыщичек появился сразу после удаления молочного клыка, мы, возможно, еще погрешили бы на операцию по удалению зуба молочного. Но так как времени прошло очень много, мы про этот зуб вообще даже не вспомнили, а оказалось, на тот момент уже прогнило практически до последних зубов на этой челюсти десна. И если бы этот гной не пошел наружу, вот через этот прыщик не стал выходить бы, то он пошел бы вовнутрь, и, собственно, мы могли бы лишиться собаки. То есть вот насколько важно иметь грамотного специалиста, ветеринарного врача, как наша Виктория Владимировна. Подписчики нашего канала уже знакомы с нашим ветеринарным врачом. Мы всегда обращаемся к Виктории Владимировне. И вот она как раз спасла нашу Тасеньку, прабабушку по папиной линии вот этих ребяток, которые уже 11,5 лет. Именно к Виктории Владимировне мы обращались с вопросом по поводу зубов. Вот тогда у Тасеньки она определила, что это за прыщик. А также бывает такая ситуация, вот про что я уже тоже мы снимали видео, и мне подписчики моего канала задавали такие вопросы. Про кастрацию и стерилизацию. На самом деле Тасенька у нас, собачка, была племенная. Дусенька это ее дочка. То есть собачка рожала, участвовала в разведении. И несмотря на это, все равно нам было в свое время, как говорится, не избежали мы такой беды, как новообразование в матке и в яичниках. Обычно это все выражается своеобразными выделениями, которые бесцветные бывают, без запаха, если это не инфекция. Вот если это инфекция, у собачек тоже бывает инфекция, как и у людей, половая, то она обычно пахнет. Это хоть как-то можно заметить. Ну не всегда, конечно, тоже. Если же это вот какие-то новообразования внутри, то почувствовать запах может только другая собачка. Вот собачки очень хорошо. Почему? Правду говорят. Собачки чувствуют и онкологию, собачки чувствуют и диабет, многие человеческие заболевания. Собачки чувствуют. И в определенный момент, да, мы Тасеньку заметили, что какое-то у нее не такое поведение, что-то не так. Наши собачки реагируют на нее, нюхают, хотя течки не может быть и не должно быть. Сделали УЗИ. Уже пошло новообразование. Мы решили не рисковать. Просто стерилизовали собачку. И, слава Богу, вовремя, пока не пошли метастазы и никаких последствий, Тасенька жива до сих пор. В противном случае, если бы мы вовремя не заметили, не обратились к врачу, мы могли бы потерять собачку. Поэтому про собачек можно сказать как про людей. Очень много, скажем так, у них заболеваний, похожих на наши человеческие заболевания. И есть такие какие-то симптомы, на которые можно даже не обратить внимание, но надо знать. Вот, например, порода чихуа имеет такое свойство, как обратное чихание. Я уже делала видео на канале нашего питомника. И за своеобразного строения головы, гортани, при перевозбуждении, радости, огромной страхе, у них сжимается трахея и начинается такой, как, типа, кашель. Ну, это может произойти и во время прогулки, если неправильно одета шейник или шлейка, собачка просто пережимает на горлышко и давит, и она начинает как вот закашливаться, как будто чем-то поперхнулась и хочет чем-то как откашлянуть. А бывает кашляет другого плана, на который надо обратить внимание, ну, на всякий случай просто хотя бы обратиться к врачу. И если это у вас просто закашливание от неправильно одетой шлейки или там перевозбуждение вашего питомца, реакция на вкусную пищу у стола, когда они клянчуют, они вот любят этим заниматься. А бывает кашель сердечника, то есть собачка кашляет, как будто она простыла, а на самом деле у нее сердечко заболело. То есть симптомы одинаковые, а диагноз разный. Поэтому очень важно обращаться даже профилактически вот так к врачу, но именно к грамотному специалисту. В противной ситуации обычно на сегодняшний день настолько развита уже, скажем, коммерческая сторона ветеринарии, что в основной массе они выдумывают вам больше несуществующих заболеваний у вашей собачки, лишь бы вас полечить, потому что все платное, и мы за это платим, и клиникам это выгодно, и, к сожалению, не все работают честно. Вот, поэтому все щеночки нашего питомника, конечно же, получают телефон нашего ветврача и могут обращаться к нашему ветврачу, проверенному, надежному, действительно любящему животных, человеку, который имеет и огромную практику, и опыт, и любовь к питомцам. Ну, Энтони как настоящий мужчина, он получил вкусняшку, и больше ему ничего не интересно. Шанелька все интересуется, как забраться ко мне на кроватку, а малышки тоже начинают заниматься своими делами. Вот такое у нас утро понедельника, 27 апреля. И если вы так же, как и мы, любите животных, и до сих пор не подписаны на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые, интересные, а возможно для кого-то и полезные видео на канале нашего питомника, не только про собачек породы Чихуа, но и про других животных, живущих вместе с нами. Подписывайтесь на канал нашего питомника, нажимайте на колокольчик рядом со словом подписаться, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Пишите в комментариях, на какие темы вам интересно было бы посмотреть видео на канале нашего питомника. А с подписчиками нашего канала мы не прощаемся. Увидимся скоро в новых видео. Желаем вам отличного весеннего настроения. Сегодня у нас в Санкт-Петербурге солнышко. Гостям нашего канала, напоминаю, в нашем питомнике 5 щенков Чихуахуа ждут своих мамочек и папочек. Два из которых сегодня позировали нам на видео, это Шанелька и Энтони. Два ребеночка, которым скоро исполнится аж по 7 месяцев, это мальчишки Цезарион и Цериос, а также красавица Чейси, которая будет позировать нам завтра в видео. Чейси исполнилось 5 месяцев. Это две последние девочки, которые остались в нашем питомнике и ждут мамочек и папочек. И три мальчика. Все разобрали по вкусняшке и заняты поеданием вкусняшек. Всем, кто сейчас завтракает, желаем хорошего аппетита. Кто-то вот кушает мой плед пытается. Нельзя вам накрывать, вы маленькие. Вы маленькие, юмички. Если вам понравились наши чишки, малышки, не забывайте, девчонкам и мальчишке, ставить лайки под этим видео. Мне будет приятно. Я буду понимать, что вам понравилось наше видео. И мои малыши. И, как обычно, желаю всем отличного настроения. Крепкого здоровья вам и вашим питомцам. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик. Увидимся, надеюсь, скоро. Видео у нас выходит ежедневно. Надо только вот какие-то темы, чтобы они были полезны, эти видео. Пишите, что бы вы хотели увидеть. О чем еще рассказать вам. До новых встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok